Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Розыгрыш с последствиями. В городецком районе шутка над сотрудниками одной из фирм обернулась серьезным наказанием для ее организаторов. Кто не успел, тот платить будет больше и учиться дольше. Нижегородские автошколы пересматривают режим работы. Чего ждать будущим водителям? Под списание не попадут. Несколько вагонов нижегородской подземки капитально отремонтируют, чтобы те продолжали возить нижегородцев. Отвечать на вопрос, сколько времени, теперь будет вдвойне приятнее. Победитель нашего конкурса репостов получил честно выигранные часы. А также грамотная речь, летящая походка и фото в купальнике. Очередной конкурс красоты собрал нижегородок, которые считают, что достойны мировых подиумов. Об этих и других событиях среды расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Федеральная антибонопольная служба сейчас проводит проверку в отношении нескольких поставщиков морепродуктов и овощей, которые заявили о повышении цен на свою продукцию после того, как Россия ввела ответные санкции для Европы и Америки. Об этом сообщает коммерсант. Параллельно с этим и региональные отделения ФАС тоже проводят проверки на местах. В Нижегородской области сотрудники ведомства спешат успокоить потребителей. Ценники на прилавках у нас пока не изменились. Такой вывод сделали после мониторинга цен на социально значимые продукты. Было выбрано порядка 10 торговых точек и проведен мониторинг цен. Выяснилось, что повода для беспокойства пока нет. На нижегородцах так называемые санкции пока никак не отразились. Все весьма неплохо. Подавляющее большинство тех цен, которые мониторим, а их, этих позиций, аж 25, они ведут себя вполне хорошо. Если более подробно, то хлеб у нас пошел в минус. Я имею в виду батон пшеничный, я имею в виду хлеб ржаной. Точно так же снижается цена на масло сливочное, на спреды, далее мука. Чуть-чуть, но снизилось. В списке продуктов чай, картофель, яйца, капуста, мясные изделия, а также крупы. Отмечу, что цены на отдельные виды товаров в августе все же подросли. Например, цена на сахар по сравнению с июнем увеличилась на 5 рублей за килограмм. Но это повышение носит, скорее, сезонный характер. Многие садоводы сейчас заготавливают варенье, и спрос на сахарный песок увеличивается. Не волнуются, не переживают. Люди понимают, что не обязательно есть норвежского лосося, есть, в конце концов, дальневосточный, который может быть и лучше, поскольку более натуральный. И ведут себя соответственно. Иными словами, та потребительская модель, та модель восприятия рынка, которая сформировалась в Нижегородской области, она достаточно прохладная, спокойная, и в ней мало невротичности, и это работает в плюс, это работает на всех потребителей области, это работает на стабилизацию ситуации. К другим темам. Лже сотрудников дорожной инспекции задержали полицейские городецкого района. Двое мужчин в одежде сотрудников ГИБДД, а также еще двое в штатском, водители девушка, останавливали автовладельцев и выписывали им штрафы, якобы за нарушение правил дорожного движения. Была задержана автомашина ВАЗ-2107 белого цвета, на боковые борта которой были нанесены цветографические схемы, которые обычно носят на автомобиле полиции. В данной машине находились водитель, женщина и двое мужчин, которые были одеты в форму сотрудников полиции. По предварительной информации, в автомобиле с самодельными полосами, характерными для спецавтомобилей ГИБДД, находились организаторы и исполнители розыгрыша. Все задержанные были доставлены в местный отдел полиции, где признались, что никаких корыстных целей не преследовали. Выяснилось, что одна из нижегородских компаний для семинара заказала розыгрыш своих сотрудников. Определенные автомобили, подъезжающие к территории турбазы, останавливали, выписывали ненастоящий протокол, а после объясняли, что все это розыгрыш. Снимали видео для частного пользования компании, которая заказала весь этот розыгрыш, юмористический, для того, чтобы демонстрировать его на мероприятии, которые организованы этой компанией, какой-то семинар. Мы проводили розыгрыш для частных клиентов. То есть компания, гости, которые приезжали, мы их разыгрывали, а с этой камеры снимали розыгрыш. Потом говорили, что это был розыгрыш, помашите в камеру. Правда, такого юмора настоящие сотрудники полиции не оценили. Всем участникам этого розыгрыша грозит вполне реальная ответственность. В настоящее время данные граждане привлечены к административной ответственности за совершение ряда административных правонарушений. В частности, мужчины, которые изображали сотрудников полиции, использовали для этого форму со знаками различия, будут привлечены к административной ответственности за незаконное использование форменной одежды. Водителю ненастоящей машины ГИБДД может грозить наказание в виде штрафа или лишения прав на полтора года. Ну и в продолжение автомобильной темы. Нижегородцы, которые собрались научиться водить автомобиль, всерьез обеспокоены. Автошколы перестали принимать новых курсантов. Связано это с приказом Министерства образования и науки России о новых правилах обучения в автошколах. Он уже вступил в силу. По городу даже пошли слухи, что теперь учиться придется полгода вместо трех месяцев, как раньше. И стоимость обучения возрастет до 100 тысяч рублей. Евгения Иванова узнала, так ли это. Кто не успел, тот опоздал. Эту известную русскую поговорку вспомнили все те, кто сейчас решил записаться в автошколу. Желающим выучить правила дорожного движения и, наконец, сесть за руль, еще по телефону отвечают, что пока сделать это невозможно. Автошкола, здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а сейчас можно в вашу автошколу записаться? Вы записаться можете, но где-то, наверное, на сентябре. Вы попадаете на новую программу. Пока стоимость я вам ничего не могу сказать. И такой ответ мы услышали уже в пятой по счету автошколе. Как сами заявляют директора образовательных учреждений, по сути, сейчас автошколы закрылись для новых курсантов. И когда прием возобновится, неизвестно. Ведь для этого нужно, чтобы автошколы прошли перелицензирование. Еще одна сложность связана с тем, что новая программа обучения утверждена и вступила в действие. Но владельцы школ вождения еще не знают, по какой методике будет проходить сдача экзаменов ГИБДД. Ситуация тупиковая. И она, я думаю, что если не примут какое-то решение о том, чтобы приостановить пока вступление в силу вот этих новых программ, пока не будут готовы методика приема экзаменов, пока не будут хотя бы дать месяц на то, чтобы мы могли завершить работу с управлением ГАИ, завершить работу с Министерством образования, может быть, будет вопрос решен так, что разрешить пока работать по старым программам. Но как будет развиваться ситуация, я не знаю. Анастасия Швецова – курсант автошколы. Сегодня сдает внутренний экзамен. Тому факту, что она успела пройти обучение до новых правил, девушка только рада. Сотрачивается большое количество времени, когда учишься. Все люди работают, надо все успевать. Ну и, соответственно, как бы три месяца – это очень большой шанс для нас. Полгода уже будет тяжелее гораздо. Впрочем, специалисты успокоили, о шести месяцах говорить не приходится. Количество часов в теории увеличивается со 106 до 134. А вождение с 50 до 56 на машинах с механической коробкой передач и до 54 с автоматической. В общей сложности обучение в автошколе займет 4 месяца. Стоимость тоже повысится. Сейчас средняя цена за курс – 25 тысяч. Скоро она составит 35 тысяч рублей. Больше времени понадобится и на сдачу экзамена в ГИБДД. Сейчас сдать его можно за один день. Сначала теория, потом автодром и город. Но уже скоро схема будет следующей. В первый день теория и автодром. И только после успешной сдачи курсанту назначат еще одну дату для езды по городу. Также увеличивается число категорий водительских удостоверений. Вместо пяти их станет 16. Количество часов вождения, мне кажется, должно возрасти, а не правил. То есть надо больше практики давать студентам, курсантам. Потому что движение интенсивное, скорость потока большая. То есть больше практики на езда, чтобы они как-то могли лучше ориентироваться в движении. В ГИБДД уверены, что новые правила пойдут только на пользу. Ведь количество ДТП с участием неопытных водителей растет. А добросовестным автошколам бояться нечего. Конечно, если речь идет о автошколах, которые пускают одну-две группы в год, техника в лизинге, классы автодрома в аренде, наверное, для них это будет очень серьезное испытание. Но опять-таки, кто хочет работать, тот работает. Кто не хочет, тот жалуется на какие-то трудности. Госавтоинспекция уже приступила к согласованию рабочих программ и выдаче заключений автошколам. А сторонники нового приказа уверены, будущим курсантам повезло. Ведь главное на дорогах – это безопасность. Евгений Иванов, Алексей Соколов, Служба новостей, Город. И вот, кстати, будущим водителям на заметку, до чего на дорогах лучше не доводить. Обзор происшествий далее. Видео ночной аварии снял на камеру один из ее участников. Столкнулись автомобили «Шевролей» и «Вазовская-14». В результате оба автомобиля получили значительные повреждения. Судя по разговору автора видео с друзьями другого участника ДТП, признавать свою вину в этом происшествии никто не спешил. Определить виновника предстоит инспектору дознания ГИБДД. Автомобиль опрокинулся в автозаводском районе. Фотография сделана одним из очевидцев аварии. По предварительным данным, за рулем дорогостоящей иномарки находился мужчина. Он не получил серьезных ранений. Что же касается автомобиля, то ему теперь предстоит капитальный ремонт. Еще одна авария в автозаводском районе попала в объектив камеры регистратора. На коротком видео запечатлен момент столкновения двух автомобилей. Автору видео, кроме хлопот, связанных со страховой компанией, придется заняться химчисткой салона у пассажира. В момент столкновения на сиденье вылилось полбутылки шампанского. Мы продолжаем. У людей с инвалидностью будет больше возможностей проголосовать на предстоящих выборах губернатора. Обл.Избирком презентовал журналистам памятку для избирателя, являющегося инвалидом. Информационные материалы для слепых и слабовидящих людей будут использованы впервые с 2001 года. Эта памятка изготовлена обычным шрифтом, крупным шрифтом для лиц с ослабленным зрением и шрифтом Брайля для слепых граждан. Граждане, являющиеся инвалидами, получат полную информацию о том, в каком порядке, как необходимо осуществить голосование, в том числе и досрочное, на выборах губернатора Межгородского. Кроме того, в избиркоме распределили эфирное время. На агитационные мероприятия кандидатам выделили около двух с половиной тысяч минут, а также бесплатную печатную площадь. Печатная площадь совершенно в равных размерах была распределена каждому из кандидатов. И эфирное время точно так же в равных размерах, совершенно на равных условиях. Все прозрачно, все понятно. И действительно, у нас теперь есть возможность внести свою позицию до жителей Нижегородской области. Добавлю также, что Центрозбирком обнародовал информацию о том, что наша область стала регионом с наибольшим количеством зарегистрированных кандидатов на пост губернатора среди всех регионов страны, где в сентябре пройдут выборы. Семи зарегистрированных кандидатов нет больше ни в одном регионе России. Вообще, Нижний Новгород хоть и медленно, но все же становится более открытым для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так в среду в одном из фитнес-клубов города прошла открытая тренировка инвалидов-колясочников по ботча. Это игра на точность, в которой могут участвовать люди с тяжелейшими нарушениями двигательного аппарата. Презентовали и другую игру – футбол на электроколясках. Этот вид спорта один из самых зрелищных. В футбол на электроколясках играет практически вся Европа, Япония, США, Канада. У нас он такой популярности пока не получил, но нижегородцы готовы сделать для него наш город стартовой площадкой, а затем уже выступать на международных соревнованиях и чемпионатах мира. Кстати, скоро футбол на электроколясках должны включить в программу паралимпийских игр. В России пока не существует такого футбола, и Нижний Новгород может стать первым, первооткрывателем вот такого вида спорта, очень увлекательного, очень зрелищного и интересного. Но для этого необходимо, конечно, приобретение этих колясок. И мы надеемся, что власти нас поддержат, ну или хотя бы заинтересованные какие-то люди. Такая коляска стоит в районе 55 тысяч. Я думаю, что это небольшая сумма для бюджета нашего города. Но пока нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья активно по несколько часов в день тренируются в игре в ботча. Здесь важны точность и меткость. Главное бросить так, чтобы цветной мяч оказался как можно ближе к белому. Открытые тренировки будут продолжаться и дальше, ведь проект общественной организации Инватур стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». А вообще цель наша – это организовать все же постоянно действующие спортивные групповые занятия для ведения с инвалидностью, чтобы через спорт как раз люди могли более активно включаться в общественную жизнь, в общество. Сейчас новости от наших партнеров, после этого вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. Под списание не попадут. Несколько вагонов нижегородской подземки капитально отремонтируют, чтобы те продолжали возить нижегородцев. Отвечать на вопрос, сколько времени, теперь будет вдвойне приятней. Победитель нашего конкурса репостов получил честно выигранные часы. А также грамотная речь, летящая походка и фото в купальнике. Очередной конкурс красоты собрал нижегородок, которые считают, что достойны мировых подиумов. Я напоминаю, вы смотрите первый городской телеканал в эфире службы новостей город. Водная переправа Александровский сад «Микрорайон Юг» снова заработала. Подробности у Анастасии Шабашовой в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте. Четыре вагона метро отремонтируют. Восстановительные работы продлят срок службы поездов на 15 лет. Нижегородское метро сейчас несколько вагонов в возрасте 30 лет, при том, что гарантийный срок эксплуатации поездов – 31 год. Эти вагоны списывать не будут, а полностью обновят. Ремонт вагонов подразумевает полную замену всего оборудования. Колесные базы из самого корпуса. Восстановительные работы обойдутся примерно в 20 миллионов рублей, что почти в два раза дешевле покупки новых вагонов. Речной трамвайчик возобновляет работу по маршруту Александровский сад «Микрорайон Юг». Я напомню, на прошлой неделе суда приостановили свою работу из-за обмеления Волгского бассейна. 12 августа речной трамвайчик вновь заработал. Правда, пока по маршруту будет курсировать только один катер, рассчитанный на 30 мест. Депутаты заинтересовались проектом «Безопасный город». Его развитие стало мощным фактором профилактики ДТП. Выездное заседание областного законодательного собрания Нижегородской области 13 августа прошло на базе регионального управления госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД познакомили депутатов с арсеналом безопасного города. От простейших видеокамер до сложных аппаратно-программных комплексов и передвижных постов весового контроля. Госавтоинспекция отмечает эффективность проекта. В местах установки устройств автоматической фиксации число автоаварий снижается на 10-30% и выявляется почти 80 нарушений ПТД. Занятия в театральной школе студии Константина Хабенского откладываются до октября. Открытие школы переносится на месяц из-за сильной занятости актера на съемках телесериала «Метод», который, кстати, снимается в Нижнем Новгороде. Сейчас утверждается расписание занятий, а первое собрание родителей учеников пройдет 4 сентября. Встреча с Константином Хабенским назначена на 28 сентября. Это был весь короткий обзор событий среды 13 августа. Ну а следующая история на заметку тем, кто играет не по правилам. Александр Лебедев, победитель последнего конкурса репостов от Первого городского телеканала, в среду получил честно выигранный приз на ручные часы. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, поздравляем вас с выигрышем часов от салона 3.15. Носите ваши часы с удовольствием. Я напомню, 2 августа мы запустили конкурс репостов в группе Первого городского телеканала ВКонтакте. Главным и единственным призом были наручные часы немецкой фирмы стоимостью больше 15 тысяч рублей. Стальной корпус, сапфировое стекло, браслет из натуральной кожи, кварцевый механизм. Такой подарок пришелся по вкусу победителю. Одного счастливчика из 1135 претендентов определяли розыгрышем в прямом эфире, а им стал Александр Лебедев с порядковым номером 800. Я увидел этот конкурс, решил поучаствовать. Чем еще не шесть? Видите, как получилось? Участвовал в конкурсах раньше, но вот так вот победил первый раз. Получилось, что стали маленькие. Я также напомню, для того, чтобы испытать удачу и побороться за подарок, вы должны были обязательно состоять в нашей группе ВКонтакте, сделать репост записи о розыгрыше, оставить свой порядковый номер в комментарии и обязательно открыть личные сообщения. Кстати, этот розыгрыш не последний. Внимательно следите за нашими новостями. Следующий конкурс совсем скоро. В Нижнем Новгороде прошел кастинг на конкурс красоты Miss Russian Beauty. Русская красавица является отборочным этапом конкурса Miss World Beauty. Это один из самых престижных конкурсов на планете. Анастасия Шибашова посмотрела на претенденток со стороны. На прошлом конкурсе Miss Russian Beauty, финал которого проходил в Нью-Йорке, первый вице-мисс стала Нижегородка Евгения Парменова. Именно поэтому к претенденткам на этом кастинге было особое внимание. Одна из участниц конкурса Елена Медведева на кастинге впервые, но она не понаслышке знает, что такое модельный бизнес. Я ходила в школу моделей, то есть для меня это очень знакомо. Я знаю дефиле, актерское мистерство, то есть все дисциплины для меня близки. Мне это очень интересно, иначе я бы сюда не пришла. Конкурс проводится с 90-х годов прошлого века в США. Раньше он проходил как соревнование среди наших соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас русская красавица – это не только конкурс красоты, но и талантов. Так участница кастинга Елена Гейман, если пройдет на конкурс, собирается удивлять жюри современными танцами. На 10 лет я в своей жизни отдала танцам. То есть танцы – это как бы моя вторая жизнь, которые научили меня определенным моментом, к чему я очень сильно благодарна. В конкурсе красоты «Мисс Рашн Бьюти» могут принять участие все желающие через своих представителей в регионах. Считается, что модельный возраст до 25 лет, но на этот конкурс могут прийти женщины до 46 лет и старше. Все участницы будут разделены по возрастным категориям. Основная задача – это не то, что там устроить какие-то соревнования, а дать возможность людям поучаствовать, проявить себя, показать себя. Поэтому сегодня будет выбрана, может быть, не одна участница, а может быть, большее количество. Участницы конкурса красоты «Мисс Рашн Бьюти» 2014 уже 22 сентября выступят на сцене с профессиональными артистами московского мьюзик-холла и звездами российской и зарубежной эстрады. 23 сентября состоится церемония награждения. Макияж, прическа, высокие каблуки, красивые платья. Нижегородки шли на все, чтобы стать участницами конкурса «Мисс Рашн Бьюти». Очередной финал конкурса красоты «Мисс Рашн Бьюти» пройдет в мае в США. В нем примут участие представительницы более 30 стран. Анастасия Шибашова, Алексей Соколов, Служба новостей «Город». И теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Самое время загадывать желания. Над городом прошел метеорный дождь. В ночь с 12 на 13 августа нижегородцы наблюдали звездопад Персеиды. Фотографии, на которых удалось запечатлеть падающую звезду, сегодня заполонили социальные сети. Стоп-кадры с детства. Кажется, судьба защитника нижегородской «Волги» Дмитрия Полянина была определена, когда ему было всего 4 года. Как признался футболист, он постоянно любил гонять мяч. Вот на этой фотографии будущий спортсмен измазан зеленкой. Даже когда болел витрианкой, играл в футбол. Интересные факты о родном городе. В сети появилось видео про Нижний Новгород. Наш город может похвастаться самым большим в Европе цирком, уникальной чкаловской лестницей, современным планетарием. Правда, есть в видеоролике и ошибки. Например, сказано, что в Нижнем самая длинная канатная дорога. Хотя правильнее говорить о самом длинном пролете над водой. Он-то и занесен в официальные рекорды России. Упоминается в клипе и наш 124-метровый трамплин. Только он уже давно находится на реконструкции. А холм, где он когда-то был, пустой. Ну что ж, ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НМ». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев, что происходит в их жизни интересного. И вот какие ответы услышали. Смотрим ваши хорошие новости. Мы в Кремль ходили. Нам понравилось на танки лазить. Три года пыталась сюда попасть. Вот. И приехала к другу. Вот. К родственникам. Вот так. И мне здесь у вас очень нравится. Я из Волгограда. И я в полном восторге от вашего города, от ваших людей, от ваших скульптур. Я говорю, все, у меня столько эмоций. Я хожу, я не знаю, куда кинуться, чтобы все посмотреть. Просто здорово. У вас просто сумасшедший, замечательный город. И я надеюсь, что я сюда приеду. И в следующий раз уже не одна, а привезу сюда своего ребенка. Все замечательно. Отличная какао. Отличная погода. Вот уж на хрюме прогулялась. Там замечательно. Много людей с маленькими детьми гуляет. Красота. Ярославу исполнилось два годика в воскресенье. На балконе цветы. Под балконом цветы. Дома фиалочки уже. Родинка вчера распустилась. Разве это не радость? Прекрасно. Мир прекрасен. Сад, огород. Что там все растет. И что яблочки у нас будут свои. А не какие-то польские. Ну и в завершении выпуска информации от синоптиков. Они обещают жаркую и солнечную погоду чуть ли не до конца августа. Было бы, конечно, неплохо, если бы в этот раз их предсказания сбылись. Ну что ж, посмотрим. А пока узнаем прогноз на завтра. Его представит Анастасия Клепнева. Настя, здравствуй. Тебе слово. Добрый вечер, Дима. 14 августа отмечается Медовый Спас. Этот праздник приурочен к сбору меда. В это время в храмах освещали собранный мед и урожай. Ну а еще провожали лето и встречали осень. Медовый Спас еще называли мокрым, потому что в это время освещали воду в реках и озерах. Искупаться можно было только один последний раз. Какая погода будет сегодня, такой она будет и 28 августа. Ну а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью около плюс 20. И у нас на этом все. Я напомню, что все новости выпуска дублируются на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас на ваших экранах. Ну а если и вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда звоните к нам в редакцию по номеру 217-01-71. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Обитель зла-3». Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин